В рамках реализации дорожной карты по формализации и вовлечению неформально занятого населения, утвержденной Акимом города, отделом занятости социальных программ в течение 2018-2019 годов проведена работа по присвоению статуса неактуализированных граждан. Актуализация статуса граждан обусловлена необходимостью подготовки к внедрению обязательного социального медицинского страхования, а также защите социальных прав и гарантий граждан через участие в социальном и пенсионном обеспечении. Прежде всего, актуализация статусов необходима для нашего населения, которые остались до сих пор неактуализированными. Для того, чтобы все равноправно участвовали в фонде обязательного медицинского социального страхования, чтобы человек спокойно мог получать все медицинские услуги, которые оказывает наше здравоохранение. Исполняющий обязанности главного врача Степногорской городской поликлиники Галина Атаманчук сообщила, что обязательное медицинское страхование стало одним из главных внедрений 2017 года в Казахстане. Если раннее медицинское страхование на протяжении многих лет действовало в категории как добровольное, то внедрение обязательного медицинского страхования в Казахстане несет в себе колоссальные изменения. С 1 января по 1 апреля все пациенты будут считаться условно застрахованными. То есть будут они вносить или не будут. Но с 1 апреля все будут получать только, не актуализированные, будут только получать гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. То есть гарантированный объем бесплатной медицинской помощи относятся к заболеваниям, которые считаются социально опасными для других людей. Туберкулез, ВИЧ и гепатиты. Скорая медицинская помощь и санитарная авиация, то есть экстренные заболевания, находящиеся на стационарном лечении. Или находящиеся дома, но по скорой медицинской помощи вызывают. Так, профилактические прививки получают в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. По сообщению заместителя руководителя отдела занятости социальных программ города на данный момент не актуализировано более 1600 человек. Это студенты, выехавшие граждане, самозанятое население, а также работники по найму, не имеющие трудовой договор. Для легализации деятельности неформально занятого населения с 2019 года в Казахстане внедрен единый совокупный платеж, который предусматривает упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых. Единый совокупный платеж объединяет в себе четыре платежа. Это в первую очередь фонд социального страхования, индивидуальный подоходный налог, пенсионные отчисления. И отчисление в фонд медицинского социального страхования. Четыре платежа объединены одним совокупным платежом. Размер единого совокупного платежа на сегодня составляет 1 МРП, равен 2525 тенге для городских жителей. И для поселков и сел 0,5 МРП – это пол МРП 1263 тенге. Единый совокупный платеж можно оплатить в терминалах Народного банка и в Казпочте. Также было отмечено, что работа по актуализации статуса граждан будет продолжена. В учреждения здравоохранения для получения гарантированных бесплатных медицинских услуг уже установлены терминалы для приема платежей ЕСП. Для более подробной информации по актуализации граждан, а также определения своего статуса, можно обратиться к сотрудникам отдела занятости социальных программ или позвонить по номеру 617 14 633 31.